привет друзья я дарья поздняк и сегодня я расскажу вам как у нас в геленджике обстоит ситуация с водой особенно в наших домах ж.к. суворов где я живу также расскажу как я приноровилась перед переживать пережидать жару чтобы хорошо себя чувствовать и быть более менее эффективный и третий момент про ротовирус вижу это все у детей у взрослых сейчас везде повсеместно в аптеках огромной очереди я вам расскажу свое мнение обо всем об этом у нас сейчас очень жарко поэтому я буду здесь мокреть скорее всего я даже подготовила заколку чтобы волосы заколоть но посмотрим может быть она мне понадобится итак давайте начнем по поводу воды в прошлую пятницу у нас было первое отключение воды управляющей компании сообщили что это все к в г к в г это концессия водоснабжения города геленджика я эти буквы в аббревиату и могу путать местами не обращайте внимание но суть в том что это как бы вода от города а почти неделя прошла чтобы мы выяснили как на самом деле обстоят дела у нас отключали воду на ночь отключали днем то есть утра до вечера утром давали немножко воды вечер немножко трэш полный на самом деле потому что адовая жара многие люди не готовы к этим отключение каких предупреждений не было управляющей компанией валит все на к в г при попытках обратиться в к в г очень разные данные мы получали то что в городе все отлично никто ничего не отключал то значит что уменьшен напор воды в итоге в общем когда я провела свое собственное расследование во всем разобралась везде звонила все инстанции ходила на все собрания жильцов которые я же здесь помогала инициировать чтобы они происходили вот в итоге я разобралась что значит к в игре чтобы так как наплыв отдыхающих очень большой значит концы снабжения геленджика запустили как бы график но не отключение воды а уменьшение напора воды в трубе у нас очень очень душно жарко а значит уменьшение напора давление давление уменьшение давления в этот момент они сами набирают себе баки баки города вот они баки города набрали ночью 23 вечера до 5 утра они набирают баки в это время а старые дома которые сидят на той ветке в которой они уменьшили это давление не могут брать воду поэтому по факту у старых домов у них получается что у них отключение воды с 23 до 5 утра если это новые дома и они сидят на этой ветке где это все происходит как мы но у них стоит современное оборудование них накопительные баки и у них на эти баки идут переходники значит входное отверстие вот этот вот диаметр большое и она стоит из кучи кучи маленьких дырчик тогда даже под маленьким давлением вода продолжает поступать в эти баки а воду людям в дом выдают только после баков соответственно значит если оборудование в доме стоит хорошие накопительные баки с вот этими вот большими значит диаметрами то эти дома не замечают отсутствие воды сначала отключение несколько дней было только ночью с 23 до 5 утра потом это как это как вот по какой-то информации который я нарыла у нас не было и дню вот в нашем жека как бы я говорю про то что я вот гкв как заявляет в том числе какое-то количество дней у них стала появляться какая-то информация что и днем они уменьшают это давление вот потом стали появляться значит отзывы таких же людей как мы которые говорят у нас нет воды ребята охренели где вода где вода какого черта никто не предупредил никто ничего не сказал никто никаких объявлений просто воды нет и все никаких тебе водовозок ничего вообще то есть вот просто адовая жара ты приходишь домой у тебя в крайне нет воды значит мое расследование на так потихоньку двигалась люди тут мне какие-то помогали в общем наш застройщик обещал за свой счет установить на наши баки вот это вот оборудование с большим диаметром у нас состоит маленькая с маленьким диаметром поэтому в то время когда город дает есть вода от города но под маленьким давлением наши баки взять воду себе не могут но еще важно и застройщик должен был обещал это сделать сначала значит во вторник потом в четверг прошлой неделе вот у нас принципе после четверга не знаю было ли с водой лучше но в пятницу днем воду опять отключали отключали а вот суббота воскресенье вода была как бы вот эти суббота воскресенье она была как бы без перерывов уже вот но тут еще один момент наша управляющая компания значит заявляла и кричала что это вопрос них это вопросы гкв к вы к выг типа звоните им узнавайте обращайтесь как бы и в результате моего расследования значит я получаю такую информацию что наши накопительные баки вообще любые накопительные баки там существует такой термин как воздушная подушка и в тот момент когда происходит там что-то с давлением в самом начале когда город меняет давление если не предпринять какие-то там действия то образуется в баках воздушная подушка которая я могу путаться в терминах но сам суть передаю пытаюсь пытаюсь учусь передавать суть потому что на самом деле здесь никому ничего не нужно люди просто выходят даже в чат дома покричать по скандали сбросить пары потому что воды нет это адская вообще от адский от но по факту никто ничего не делает никто не пишет каких-то заявлений обращений которые должны быть зарегистрированы как минимум чтобы нам что-то дали нужно как минимум баба обратиться в какую-то инстанцию с какими-то значит заявлениями вот никто этого не делать ли только приходят покричать на собрание уходите никто ничего не те пришлось мне я чек не конфликтный я чек не любящий разборки ничего такого вообще ненавижу эту всю бюрократию бумажки но мне пришлось поэтому я своим словами буду носить вам то как я все поняла и как как бы значит образуется воздушная подушка и это воздушная подушка если не уметь ее убрать вовремя она не дает воде поступать в бак то есть получается что город уже дал воду а это воздушная подушка или воздушная пробка не знаю как мы правильно называется она не дает возможность эту воду принимать то есть все дома окружающие нас по нашей линии значит воду себе но то есть вот случилась аварий не авария вот они сделали значит это напор другим мы остались без воды прошло сколько-то там часов город стал давать опять воду под нормальным значит давлением а наши дома не принимают то есть все остальные дома воду берут а наши дома не берут и чья это ошибка ну конечно тех директора нашего ука того человека или тех той группы людей которые следит за техническим состоянием наших баков я видео это тех директора на собраний значит ну что я могу сказать я никого компетенции не увидела ни на один вопрос тех директор не ответил значит были привлечены застройщик к этому всему значит разбирательству потом два жителя нашего комплекса которые разбираются в этих делах они все вместе оперативной группы пошли вместе к бакам разбираться после этого было вынесено значит решение что будет изменен диаметр значит в отверстие за счет застройщика но про то что какие-то косяки в делах тех директора никто ничего не сказал это мое личное мнение основное на том как здесь все происходит это что я вижу так вот несколько дней прошло значит вот нам давали по графику что могу сказать про график с одной стороны это как бы ужасно такой стороны на самом деле начинаешь привыкать ценить и благости которые мы в жизни получаем просто так начинаешь их наконец и не в итоге как он я приноровилась реально с учетом того что я живу без горячей воды газ у меня появился четко вот в тот день когда произошел первый включен воды в этот день у меня был мастер и он дал газ неделю чуть больше недели я пью кофе из турки на газу вкусненько так вот у меня появился газ я могу на плите что-то приготовить но я пропала вся вода какая только может быть в доме значит мастер в пятницу также мне делал подключение раковины фильтра поставил на вход и что-то еще значит он не мог проверить он мне рассказывал как я должна буду проверить значит это все когда мне дадут воду как я должна буду это включить и проверить жака невозможно и так значит то одно то другое или вода или газ чтобы и вода и газ извините дарья дмитриевна вам типа не пока они не положено терпите я терплю и благодарю потому что на самом деле все равно все отлично и так как я выживала без воды вот суббота воскресенье вода была плюс я гуляла особо не замечала значит через несколько дней вода стала хотя бы по графику который более-менее он конечно не регламентирован нифига потому что квг заявила что где днем будет значит включение по моему с 12 30 если не ошибаюсь дом по моему 7 вечера что ли и начну с 23 до 5 на самом деле все не так утром нам давали воду где-то с 8 или даже с 9 верхней этажей кстати получают воду позже как проживающие на верхнем этаже точно скажу кстати в один вечер мне вообще не дали воду никакую то есть во всем доме она была где-то в течение получаса вечером получаются 30 минут кто-то успел помыть посуду кто-то успел набрать баклажку с водой мне вода вообще не дошла то есть я как грязная была мокрая значит за весь день где-то набегу пожаре я так вечером грязно и легла спать короче чтобы появилась местами баклажки с водой реально 5 литрушки у меня наверное штук 6 или 8 они стоят с водой это петра у меня появились тазики в ванной с водой с холодной водой которых я заливаю когда вода есть чтобы если вдруг ее не дадут чтобы из них можно было помыться горячей воды мне нет поэтому давали тут из чайника значит и но я его в принципе так вынуждена мыться потому что пока у меня нет горячей воды вот то есть она как бы на это не жалуюсь нормально а я не могу как канва сама смешно рожака кому вот рассказать кому не поверишь что даша приперлась геленджик и огребает здесь от проблем с водой и от отвратительной управляющей компании хуже управляющей компании я нигде не видел вот реально такого отношения скотского я нигде не видел при этом помимо значит того как они плохо собирают на все деньги собирают даже себе наверно наверно я так думаю себе каким-то образом деньги в карман при этом не давая людям блага которые должны давать при этом еще врут и манипулируют это самое ужасное это просто я не могу спокойно это смотреть я вообще честный порядочный я не могу смотреть когда люди врут я это сразу вижу и мне прям так больно становится такого что просто ужас ужас конечно мне пришлось выйти кстати вам что скажу я что-то в лифт еще зуба как это не странная полоса на самом деле я же отсидела в лифте целый час в душном страшном лифте ладно не будем отвлекаться по порядку значит я вам рассказал нет есть конспекте я вам рассказал что у нас с водой как я значит приноровилась то есть когда воду дают набираются баклажки набираются какие-то тазики в общем все емкости в доме которые есть они набираются и потом когда воды нет если ты знаешь когда ее дадут ее действительно дадут в то время дают в то время что они сказали то в принципе жить можно вот ты можешь из бутылок там помыть руки как жить можно если у вас нет детей их не надо кормить они бегают в туалет если вам не нужно помыть там овощи фрукты если вам не нужно готовить еду если у вас все в порядке со здоровьем не дай бог же котелла что-то прихватит не дай бог в туалет тоже воду не подают ну и как бы вот то есть как бы 6 без воды конечно нельзя но выживать приходит но и суть вот суббота воскресенье была вода сегодня днем вроде бы не отключали не знаю с чем это связано с тем что застройщик выполнил свое слово или с тем что квг что-то поменяли или с тем что технический директор нашего жека начал наконец работать кто-то его научил обращаться с тем оборудованием за которое он должен отвечать и за которым получает зарплату за действия которые он обслуживает значит это оборудование получает зарплату не знаю что сработало надеюсь что все будет хорошо следующая тема который я хотела сказать это душно у нас тут душно как пережить жару в геленджике адовая жара просто адов и так мы ходим купаться когда похолоднее было мы вставали в 7 где-то без чего-то 8 мы были уже на пляж потом оказалось что в это время на пляже уже много людей мы стали ходить раньше мы стали мы где-то без чего-то 7 уже на пляже примерно оказываемся людей кстати уже тоже уже есть люди довольно прилично то есть есть те кто приходит еще раньше вот в это время когда я иду туда не жарко плавать также не жарко приятно людей нет вода прозрачной чистая но и скажешь не было каких-то сильных ветров и воду не всколыхал и там не то сам утром вода всегда чистый даже на центральных пляжах где днем будет капец утром там отличник вот когда идешь обратно уже как бы так солнце припекает на терпимо часов уже после 9 я знаю что многие только в 9 встают кто-то только в 10 встает это у меня ветерочек тут вот уже начинается адская жара то есть выйти из дома в 12 в час-два это просто адский капец также я перешла на какой-то новый график я хожу теперь гулять с собакой вечером то есть вот мы утром гуляем до пляжа в утренние часы не жарким и гуляем вечером сначала я ходила после пяти вечера дня после пяти для меня на самом деле 5 это уже вечер я бы ходила раньше на просто адская жара у меня собачка не переносит жару вот я нормальная днем даже по этой адской жаре я буду говорить фу какая гадость у какая мерзость буду липкой противный но я дойду мне нормально я хорошо себя чувствую это как раз тот момент в котором я хорошо себя чувствую во всем остальном но должны быть у меня какие-то плюшки понимаете плюшки должны я могу сидеть и говорить фу-фу-фу какая мерзость на самом деле я отлично себя чувствую собачка у меня плохо переживает жару очень плохо поэтому мне пришлось изменить полностью свойность распорядка после пяти может ходить не смогли мы после семи теперь ходим и отлично к семи к семи уже спадает жара конкретно просто можно было бы ходить все позже тут же начинает темнеть фонари есть не везде и как бы мы так уже то есть если идти куда-то на набережную принтам где их сильно освещено там будет все равно дали большое количество людей и честно как я туда не хожу потому что ну скопление людей мне неудобно я с собакой вышел погулять мне вот эти вот там люди дети самокаты под ногами мне неудобно я буду дергаться в итоге мы так и не погуляем поэтому ищем улице менее людные о забывает у нас ветерочек от нас вот так вот ветерочек да это все даже не над вас вот и таким образом как бы я спасаюсь от жары днем я никуда далеко не хожу то есть я могу выйти в магазине я могу выйти магазин прямо в нашем доме или в соседнем могу выйти давай отбрис это 10 минут пешком 10 туда 10 обратно и могу до озона выйти 10 минут туда 10 минут обратно все что дальше я стараюсь жару не ходить или я прям от тенечка до тенечка от тенечка до тенечка таким перебежками с собакой но стараюсь не высовываться чтобы как бы лишний раз не наносить вред как бы ее здоровье но тебя тоже не подвергать воздействию сильных лучей потому что все таки это как бы не очень хорошо значит что отнимает силы у отдыхающих в жару ко мне как раз приехали друзья я на них посмотрела также я вижу людей которые идут по улице когда я иду на пляж или обратно или когда я выхожу до магазина их тоже вижу что в этих людях я заметила и обсудила с моими друзьями которых сейчас отдыхают здесь они здесь дней 10 может быть 12 и вот я по ним тоже это заметила отследила я вообще люблю такие маленькие расследования свои почему так почему так и до выводов докопаться и так я хожу на пляж я не лежу я пришла искупалась ушла моя мама также пришла искупалась ушла вот точно с ней такого пришел лег и значит лежишь загораешь и что я заметил что как раз силы отнимает больше всего лежание на жаре или к хождение по жаре то есть если я просто сбегала на море вернулась и жара еще не пришла я чувствую себя отлично бодрой и свежачком первые там пару недель мне было тяжело пока там ноги подкачались привыкнуть надо все-таки гористый к такой вот немножко местность у нас тут и вообще привыкнуть гулять потому что муж почти не гуляем москве я почти не гуляю то есть этом такое летом начинают что-то по чуть-чуть гулять и потом полгода вообще дома сидишь никуда почти не выходишь чуть-чуть там добежала до транспорта в метро шмык из метро значит тык-тык две минуты потом опять тык-тык и ты опять в метро и ты уже дома и ты как бы вот и мышцы не задействуется мы не гуляем даже если вы ходите в спортзал это не те мышцы и так на чем остановилась эти люди кто на жаре лежит или ходит очень быстро устают то есть вот они на пляж пришли даже утром в 9 там например пришли легли час полежали пятнадцать минут поплавали еще там 20 полежали и вернулись после этого у них такой соблазн брыкнуться спать потому что по жаре 15 минут к морю и 15 назад уже 30 минут по жаре плюс это рейс сок полежали это вообще напряг такой для организма короче капец и я этих полусонных полудохлых людей вижу на улице и мы такие же были в отпуске я помню у меня был последний отпуск в лазаревском сколько-то лет назад я зареклась что я поеду что я не поеду я решила никогда не поеду на море так тюленить я не поеду то есть я решил что буду ездить с какой-то целью и после этого вот я попадала на море но мы там рисовали гуляли как-то в общем и по-другому проводили время мы не тюленили на пляже и сил было намного больше мы от жары прятались и были эффективны вот а в том отпуске когда мы тюленили у нас чтобы мы ходили до пляжа там полежали потом обратно пришли значит сил никаких тут начать душ сходить надо тут же надо как бы идти покушать ты значит выходишь опять на эту жаркую улицу ты 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 знаешь до еды поели значит ты 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 с обратно опять значит полежали там или поспали потом опять ты 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 на пляж ты 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 знаешь что тут там еще полежали на же и вот вообще и ты так устаешь такое чувство что ты пашешь в общем посмотреть на моих друзей и на людей на улице которых я вижу прям их состояние что еле идут вот по ним видно что сейчас они придут и брякнуться спать вот просто днем нет я как бы особо ни к чему не призываю я рассказываю про свои наблюдения что у меня вот так понятно что в отпуск мы приезжаем отдыхать мы действительно должны восстановиться мы должны спать вальяжно медленно ходить замедляться скажем так вот этот наш бешеный московский ритм это капец для здоровья то есть мы должны замедлиться мы должны вкусно кушать ходить на море по дороге значит видеть красоту этих улиц архитектуры кустов травы там у нас тут много красивых всяких озеленительных всяких штук вот и и мы как бы в этом отпуске до отдыхаем если там на две недели приехали именно отдыхать туда это классно офигенно но если как бы вот больше времени или если мы не отдыхать приятно это такой про жизнь не подходит потому что жизнь проходит мимо мимо проходит пока мы тюленем на пляже лежим вот это такое мое наблюдение такое мое маленькое значит расследование дальше про ротовирус наш мои друзья такие один такой тыц тыц значит я сегодня не пойду мне плохо 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 пишет на что у него там 39 что-то и 8 ты за 9 и 4 не знаю давать ему процитамол не давать короче через несколько дней я спросила оказалось что они такие ангит это ротовирус я подхватил выяснилось что он пил воду из-под крана сырую не просто из-под крана набрал чайник и закипятил хотя бы он пил воду из-под крана сырую а у них стоит фильтр на входе в квартиру черного цвета черного надо понимать чем мы в себе пихаем с водой кстати у нас тут такая петрушка что вода очень плохая и мы когда сюда приехали мне про как бы эту воду все говорили и мы непривычные покупать воду мы не привычны к этим фильтром к этим баклажкам с водой к этой помпе как бы я вот это первый мой в жизни опыт то есть я видела что люди пользуются но мы в москве спокойно пили воду из-под крана но не сырую кипятили ее и использовали как бы в еду сырую воду понятно у нас никто не пьет из-под крана но кипяченую воду мы пили все окей и в москве считается хорошая вода то есть подмосковье там уже другие как в разных районах по-разному там уже есть вода совершенно разного качества но в москве вода хороший нормально по сравнению с москвой я поставил в тот день когда у меня был мастер когда было первое отключение воды это в прошлую пятницу то есть это где-то дней 12 назад 7 8 нет 8 дней назад короче уже в понедельник он мне сделал поставил фильтры ну там раковин там чуть помечка в понедельник у меня фильтр уже были такого цвета ржавчины и каждый день они темнели и темнели то сейчас неделя у меня первый фильтр к это мне уже купили два новых я просто не знаю на каком цвете я должна это поменять я в ужасе потому что что я-то думал ну как там ну там может быть несколько раз в год ну там раз в месяц раз два месяца но если него придется менять раз в неделю это трешак я не знаю конечно с этим делать я не а носить баклажки или заказывать воду это очень накладно это очень тяжело это реально очень неудобно потому что это же не только пить пить сырую воду я в принципе согласна что лучше пить бутылизированную но то что мы добавляем в готовку чай кофе в суп ну то есть меня сварить кастрюлю супа я чуть до пол баклажки пяти литровый должна выйти очень вылез короче какой-то бред я и не могу не как все в голове сустыковать пока я ношу баклажки пока у меня не работает лифт я ношу их вручную у моих родственников стоит большая бутыль с помпой сейчас эта фирма который мы заказываем перешли на тему что только две бутылки можно нам пришлось купить вторую бутылку вторую помпу ты заказать одну баклажку большую вот это уже нельзя только две нашел к поставить хотят уже собрали деньги ставит такую охранную систему что открыть каким-то образом калитку или ворота для машины не выйдя во двор и не нажав на пульт если ты его купил либо не нажав значит ключиком на это самое никак открыть дверь нельзя поэтому видимо теперь когда мы будем получать воду мне будет курьер звонить и говорить я под такой-то калиткой я буду говорить алё он будет меня до 5 минут ждать пока ты стыд стыд прибегу на не работающий в лифте значит открой ему дверь потом мы с ним ты стыд стыд значит будем на верхний этаж он будет проклинать меня значит и ненавидеть меня все значит этажи которые мы тут стыд значит пешком прошли вот потом он будет бежать ты стыд 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 обратно и я надеюсь что хотя бы на выходе будет кнопочками не надо бы этого провожать в общем вот такой вот шаг у нас тут будет спасибо управляющей компании просто прелесть обожаю дальше работа вирус значит я хотела сказать именно про детей потому что мне все год вот краснодарской края ротоверс яду зашла в аптеку я там свое заказу вопрос пополнял у меня в квартире очень жарко и я понимаю что лекарство будет портится очень быстро и я какое-то лекарство решила обновить его заказала пришел забрать заказ у это капец реально вот я увидел вот эту сторону вот типа ротовируса значит все мамы берут мужчины женщины все берут для своих маленьких детей совсем маленьких таких как там не знаю 8 месяцев и прям там два-три года маленьких 5 лет тоже все берут значит ну это раздель его там разные комбинации и берут от температуры им же этим бедным детям а потом я вижу на улице значит во первых как детей прям рвет на улице это я прям видео своими глазами прям капец капец потом я вижу как стоит палатка значит который продают молочные коктейли она прям на улице стоит не в каком торговом центре под кондиционером нет она стоит прям на улице прям вот это все прям на жаре происходит и там прям коктейли продают и вот прямо идут родители с детьми и прямо им покупают ну хотите вы коктейль ну идите вы в торговый центр куда-то где есть оборудование кондиционирование где есть вода где люди эти нормально моют эту посуду ну вот идите туда и там покупаете своим детям знать что вот это все ну зачем это делать а на пляже люди едят все подряд половина столовок которые здесь расположены они не оборудование таким кондиционированием чтобы в них было прозрачно то есть не прям на улице расположены у них как будто эти типа холодильники чуть-чуть там что-то холодят но на общей фоне жары это никак не работает то есть мы когда осенью приехали геленджик смотреть город первое что мы делали я вообще первые несколько дней реально голодала потому что мы ходили и заходя в каждую столовку вот так вот смотрели мне говорили нет мы здесь есть не будем мы уходили искали другую и вот это дню к третьему мы нашли классной столовке 2 где кондиционер в зале дает хорошую температуру в которой в принципе еда не может испортиться до такого состояния чтобы вам было плохо во вторых плюсом стоят у них вот эти значит холодильники с этой едой ну и плюс конечно вы смотрите чего чего вы там берете то есть если там какой-то там не знаю салат уже там с каким-то намешанным майонезом и с чем-то еще то наверное его нужно даже в хорошей столовой его надо брать как бы в первой половине меня то есть если вы там пришли в пять вечера после всей этой адовой жары и там он уже соответственно с утра стоит этот салат этим уже видно что он уже ну как бы я не знаю зачем вам это а люди берут и детей кормят в общем я в шоке это правда это правда это настоящая правда это вижу своими глазами это ужас я не знаю как так люди идут по улице грязными руками тоже что-то постоянно едят это адовой жаре и вообще не напрягаются а потом к это ротовирус короче я считаю что ротовирус это наша безответственность ну ладно как бы безответственность взрослого по отношению к самому себе к самому собственному организму это ладно это как бы ну да мы сами выбираем с кем на общаться и если мне такие люди неприятно что не моем моем присутствии что-то такое делает то я как бы буду подальше но то что родители это депрай со своими детьми не следят вот так вот я просто в шоке вот и потом валится на ротовирус поэтому ну не знаю я считаю что это свинство надо следить за за тем что мы тащим внутрь себя в свой организм вот плюс еще маме на такой адовой жаре совершенно не хочется мяса или алкоголя и чего-то очень жирного я вообще почти не ем общие факты потому что мой организм их очень плохо очень плохо их воспринимает это как бы не мой выбор это так сложилось но даже я сейчас начала приноравливаться чтобы делать себе салаты чтобы делать себе фруктовый салат овощной салат потому что обычную еду которую ем в обычное холодное время года сейчас вообще не прокатывает то есть это просто невозможно есть на такой же вот поэтому даже я имею определенные как бы особенность с организмом все равно пытаюсь приноровиться и уйти от вот этого жирного мясного и прочего вот в сторону легких легких водосодержащих продуктов которых много воды вот это что касается ротовируса ну и что у меня на выходе значит здесь как итог я хоть может показаться что я здесь сижу и говорю гадости про геленджик и что я там типа недовольный что я там ля-ля-ля-ля-ля короче так и коза на самом деле мне очень нравится город здесь офигенно и климат офигенный это просто такие вот нюансы как бы которые с которым пришлось столкнуться научиться как-то к ним приспосабливаться примера приноровиться вот все-таки климат офигенный я немножко и вообще архитектура световой день длинный красивого много вокруг очень много плюсов воздух кстати вот в но говорят что там нордост и нордост и я воспринимал это как минус а сейчас на самом деле я могу сказать что я как человек постоянно боящийся сквозняков и очень так в этом смысле заботиться на здоровье могу сказать что моё здоровье стало лучше в этом плане то есть сейчас для меня те ветра которые в геленджике вначале мне казались ужасным я там заматывалась на понять что это мы были зимой и ветер был холодящий такой но все равно я намного легче стала переносить вот эти вот порывы ветра сквозняки и вот это все то есть я это переношу хорошо я это связываю с тем что воздух он все-таки как бы лечебный то есть это либо воздух сбор либо воздух с моря либо это ну там плюс он там наполненный пицунской сосной короче это не то что у нас в москве сквозняком на тебя дует от какого соседского кондиционера который там пять лет не чистили и в нем значит там эти микробы эти микробы значит по кругу циркулируют и знать к тебе залетают это не то совсем это вот именно лечебный воздух плюс загар который замечательно влияет на кожу это воздух он тоже как-то классно влияет на кожу то есть он каким-то образом ее подтягивать не знаю что в общем делать но короче я больше довольна своей внешностью чем в москве освещение другое не нужно постоянно там какие-то лампочки зажигать то есть вот вечер приходит темнеет у меня даже иногда вечером мама заходит бы ты чё в темноте сидишь и не успела заметить то есть вы только что было светло мне там через там полчаса спать ложится а я не успела свет включить потому что ну и не заметила что стемнело я себя куда-то пошла и от заметил что до темно там что-то бы зажгла но так как бы в принципе если квартира не выходит четко на на ртосную сторону на север то она очень хорошо освещена и освещение практически я не пользуюсь вот и так я хочу подытожить что геленджик офигенный город и просто . несмотря на то что я все тут рассказываю вы мне пожалуйста напишите интересен ли вам такой формат живой рассказывать ли про какие-то моменты я попыталась здесь собрать как бы основные беды и боли того что со мной тут последнее время и кстати напишите рассказывать ли вам что со мной было с лифтами это отдельная тема и отдельная тема про управляющую компанию если вам интересно вот или вам рассказывать что-то более позитивное там как мы с моей собакой гуляем и может быть про каких-то собак которых мы встречаем кстати я совершенно не запоминаю людей которые идут с этими собаками на собаку я легко определю то есть мы с мамой сегодня идем я говорю вот смотри вот с этим боксерчиком у него значит на попе светлое пятнышко с ним гуляют каждый вечер три девочки 2 значит на упрямятного возраста это совсем маленькая а эти а шли с боксером значит молодые мужчина и значит барышня я говорю это видимо родители или всех девчонок или части тех девчонок говорю то есть я совершенно вот поставь мне этих девчонок или этих взрослых я их не запомни их собаку я знаю отлично или например мы гуляем тоже собачкой и подходе значит нам барышня разговаривает по телефону у нее собачка и такая назначить трубка говорит о год наш ты сейчас будет первый раз знакомиться собачкой а я такая сижу поглаживаю значит ее собаку и сама про себя дома а сейчас будет знакомиться я вашего символ уже давно знаю и моя уже сто раз его обнюхала и он у вас вообще замечательно совершенно песик вот на на говорит по телефону под меня все это не сказать не могу ну не факт короче симба просто прелесть вот на этом я буду завершать вы мне пожалуйста напишите что интереснее вам рассказывать понять что я буду снимать как я рисую я решила перейти в формат с онлайн трансляции пока их не буду делать буду формате видосиков выкладывать то есть я сейчас начну на днях выкладывать видосики как я рисую с моим текстовым сопровождением была 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 сопровождением текстом была 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 сопровождением будем говорить правду вот снимать ли вам такие болталки или ограничиться только рисованием оставляйте комментарии подписывайтесь на мой канал а с вами была дарья поздняк и до новых встреч